Здравствуйте! Как ни странно, мы сегодня оказались в лесу в полном составе. Карька, Понька. И затем, когда мы уже находились метров в пятистах от опушки, нагнал нас Радик, который снова опять куда-то исчез. Пошла я, как всегда, скромненько с рюкзачком, потому что шла за очередным дрыном для Ростиной спортплощадки. Но скромно прихватила пакетик и набрала уже некоторое количество лисичек. Ну вот, мы только недавно вошли в лес, и тем не менее, как у хулов, и что самое удивительное, я нашла два белых. Это мои первые благородные грибы в этом году, и сейчас я их торжественно сорву, потому что ножом одной рукой действовать неудобно. Причем вот такие с желтенькой опушкой уже называют шлепунами. Не удивлюсь, если они еще рвивые. Весьма может быть, судя по тому, что у них очень, о, точно, червивые. Но, елки-палки, какое счастье! Наконец-то я с ними встретилась. А я полагала, что в этом году уже и не суждено. Ну, разик где-нибудь в конце сентября. Ну что ж, надо порыскать еще. А вдруг повезет. Уж лисичек я сегодня на сковородочку для генки, те, которые их очень любят, точно наберу. Поползаем. Но вот это, хм, это меня приятно удивило. Червивые, не червивые, но белые, черт возьми. И это радует. Вот, прошли несколько метров, обнаружили вот такого замечательного крепыша. Елки-палки, никогда не думала, что я буду снимать каждый гриб, который мне попадется. Ну, а таким летом я к нему дырена. Вот это должен быть хорошенький. Эх, как приятно к ним прикасаться, но он тоже червивый. Уже на ощупь по ножке, которой мягко и можно определить, что он негоден полностью. Ну, из тех двух мне повезло с одной из шляпок. Посмотрим, может, и это хорошо окажется. Эх, жалко, третьей руки нету. А то бы камеру держать и ножом орудовать. Годен, красавчик. Ну, красавчик-то он издалека. Точно знаю, что червивый. Хотя вот вопрос, когда успел вымахать? Буквально несколько дней назад я тут побывала и ничего даже не проклевывалось. Эх, скоро, скоро их станет много. Вот тогда я и разгуляюсь по полной программе. Ну, появились интересные древесные грибочки. Вот эти грибы мне очень напоминают коралл. Попадаются еще и безлые, краснокнижные. Говорят, они тоже съедобные, хотя я ни разу не пробовала. Называются, по-моему, оленьи и рожки или что-то в этом роде. Надо будет полюбопытствовать. Где-то у меня валялась книжка по микологии. Ну, а может кто подскажет. Да, лесу становится все интереснее. И меня это очень радует. Кстати, появились еще вот такие интересные грибочки. Они из-за разряда молоканов, потому что выделяют молочко, если надломать их, пластинчатые. Одна из разновидностей груздей, насколько я знаю. Я их называю кальмаровые грибы. Потому что если их немножко вымочить в воде, ну, так 3-4 часика слить воду, порезать, то, обжарив в подсолнечном масле, думаешь, что действительно потребляешь кальмарчика. Кстати, моя соседка Ольга очень такие любит. Эх, знала бы, корзиночку взяла бы. Ну что ж, в следующий раз наберу этих грибов. А может и Машка спадуется приготовить. Она, по-моему, еще ни разу не пробовала. Пойду срезать гриб. Заранее знаю, что он червивый. Ну, может быть, хоть что-то удастся отщипнуть. И новое чудо. Вот он, первый подосиновичек этого года. Какая прелесть. Вот такие малыши мне нравятся больше всего. И, честно говоря, этот крепенький грибок меня даже радует сейчас больше, чем белый, который я набрала. Кстати, предыдущий оказался фактически чистым, что меня весьма удивило. Эх, началась тихая охота. Ах, жизнь обретает яркие краски. Недавно пронесшийся ураган, побушевала не только у нас деревня. Захватила и лес. Постоянно нахожу сваленные деревья. Ну, какая громадная береза. И вроде бы ствол не гнилой, но рухнула. Жалко. Еще одну макушку обломала. Да, стихия разбушевалась на днях. Не на шутку. И чувствую, я сегодня найду еще не одно такое сваленное деревце. Чаще надо в лесу бывать. Но, к сожалению, дел хватает и дома. Зато теперь у меня есть повод сюда приходить гораздо чаще. Раз пошли грибы. Все, дома меня можно не искать. А вот еще одна примета августа. Поспела костяника. Ее так называют, потому что внутри достаточно объемная косточка. Ну, ягодка кисленькая, приятненькая и очень здорово утоляет жажду. Когда мне начинает хотеться пить, я обычно осенью и в августе месяце все время срываю эти ягоды пригоршнями и утоляю жажду. Надо будет Роске ее показать. Он костянику еще ни разу не пробовал. А вот и ворушечки полезли по новой. Совсем еще крошечные. Но через три денька можно будет за ними наведаться. Раз на одном пеньке пошли, значит, скоро на остальных появится. Все удачнее и удачнее наша охота. И нас снова нагнал Радик. А, эта собака, когда же она отлиняет? Впрочем, и понька с карькой лезут клочьями. Каждый день приходится их чесать, но все равно на полу в комнате находишь поутру целые клочья шерсти. Еще одна примета – близкая осень. Ну, так и должно быть. Ну, а сюда еще точно наведывается. Ну, вот, пакетчик начинает наполняться. А сорти – белые лисички и даже один подосиновик. А лисички сейчас уже вот такие симпатичненькие. Крупные, ярко-желтые после дождя. И скорость будет, видимо, невидима. Эх, лепота. Впрочем, один маленький минус. Меня понесло совершенно не в ту сторону, где я оставила спиленное бревно. Но ничего страшного. Бревно не убежит, а грибы надо собирать. Чем я с огромным удовольствием и занимаюсь. Ну, пошла охота. Вышла на полянку, где грибочков полным-полно. Причем уже достаточно достойных размеров. Оно-к сколько! Да, не зря я на корзиночку перевязь повесила. Правда, сегодня я с пакетом и без нее. Но теперь можно будет испытать свое новое произведение. Посмотреть, какова она будет в деле. Ну, а пока собираем пакетик. Впрочем, я с его стал уже достаточно ощутимым. И, может быть, даже это хорошо, что я сегодня не попадаю в то место, где я оставила свою деревяшку. Грибы – это святое! А вот еще одно пострадавшее дерево после нашего урагана. Каждый раз, проходя по этому березняку, я любовалась на одиноко выросшую громадную елку. Она как будто бы в окружении свита среди этих симпатичных березок. Но обломала макушку громадную часть дерева. Эх, какие шишечки! Жалко. И березку маленькую пригнула. И, видимо, уже ей не расти. Ну, хоть маленькие елочки остались. Пойдем дальше. Надеюсь, что больше мне сегодня упавшие деревья не попадутся. Хотя, кто знает, ничего. Ранена, но все-таки жива. О, вот и наша любимая джакузи. Куда поня не применула забраться. Да, местечко посещаемое. Тут всегда мутная вода. Это не понька ее замутила. Тут водопой у лосей. Ему уже тут неоднократно бывали. Вон следы от соскользнувших копыт. Ну, видимо. И лосики любят принимать ванны. Понька, ну неужели ты чистую лужу найти не могла? Дубительница какао. Вылезай, чудик. Ладно, может, скорее полиняешь. Крокодилов ловишь. Не только здесь. Ага, поня сегодня в поле, когда мы шли к лесу, изображала мустанга. Да-да, она носилась вот так и даже не применула в меня врезаться. Ух ты. Такое ощущение, что она нырнуть мне с головой хотела. Понь, так ушки можно залить. Аккуратней. Чудовище маленькое. Ладно, пойдем дальше грибочки искать. Все 33 в удовольствие. Уже приближаясь к опушке, набрели на настоящее поле битвы. Ну ладно, сломанные старые деревья. Ну вот, что произошло несколько дней назад. Береза. Еще одна наклонилась. Рухнули осины. Причем громадные. Да, побушевала. Еще не раз я буду натыкаться на подобные вещи в моем лесу, проходя по другим окрестностям. Ну что ж, надо возвращаться. Груз нелегкий. Это килограммчиков 6 набралось. Ну а завтра я приду в лес уже не с пакетиком, а с корзиночкой. Всем всего хорошего. Для меня жизнь обрела новый смысл. И теперь у меня останется все меньше времени для вырезания и работ по дому. Ну, нет хуто без добра. Всего хорошего. До свидания.